Количество рекламных конструкций в городе радикально сократят. Об этом распорядился мэр. Анатолий Локоть назвал в качестве примера гармоничного внешнего вида улицы вокзальную магистраль. Здесь уже избавились от лишней пестроты. Какую альтернативу предложат предпринимателям, узнал Александр Сульдин. 10 тысяч незаконных рекламных щитов обнаружили на фасадах новосибирских домов. Специалисты мэрии продолжают исследовать городские улицы. В преддверии молодежного чемпионата по хоккею мегаполис должен приобрести современный облик. Показать гостям красивые здания, которые есть, но пока скрыты за пестротой броских рыночных предложений. Мы каждую улицу отрабатываем отдельно. Выделяем красивые улицы, где это действительно мешает. И в ручном режиме это отрабатываем. Важный упор у нас делается на большой формат. Яркий пример на улице Нарымская. В декабре убрали два таких суперсайта. Мешали пешеходам, улицу не украшали. Компания, от которой они принадлежали, оплатила демонтаж. Интервал между конструкциями будет значительно увеличен. И мы считаем, что это достал чок к дальнейшей программе получения внешнего облика города. Такое, как я сказал уже, устройство новых пешеходных зон, системы освещения, зеленения. Что сделает наш город лучше. Тем самым реклама займет такое более стабильное место в нашем городе. И не будет вызывать какого-то раздражения. То же самое касается и торговых павильонов. Специалисты мэрии подсчитали. Вокруг некоторых домов по полтора десятка таких точек. Такая концентрация отмечена на оживленных улицах во всех районах города. В этот список попали проспект Маркса, улица Титова и площадь Маркса. Рядом старинные красивые дома сталинской эпохи. Жемчужина, монумент славы. И вот гостиницу к чемпионату достраивают. Однако часто внизу из-за засилия старых ларьков, обилия уличной рекламы и паутины проводов над всем этим, улицы и тротуары часто напоминают какой-нибудь Чайна Таун из старого фильма про каратистов. Такие пейзажи постепенно уходят в прошлое. В 2021 году демонтировано 450 самовольных нестационарных объектов. В том числе по решениям, принятым до 1 января 2021 года, 113. По решениям, принятым в 2021 году, 337. Еще более двух сотен уберут в этом году. Такая работа не должна нанести удар по бизнесу. И законные рекламные конструкции, и торговые павильоны предлагают переносить туда, где их немного, например, в новые микрорайоны. Александр Сульдин, Даниил Смирнов, Олег Кролевец, Новосибирские новости.